Всем привет! Сегодня у нас снова рисовашки. Надеюсь, вам понравилась эта рубрика. И я постараюсь вам рисовать каждую неделю и выкладывать видео с этими рисунками. В комментариях девушка меня просила нарисовать фрукты, но пока только клубничка. Я надеюсь, что в следующую рисовашку я смогу нарисовать еще какой-нибудь фрукт. В течение видео я вам буду рассказывать и показывать, чем я пользуюсь. Давайте приступать! Пока что неизменно я использую кисточки. Это рублев нулевка. Кисточки золотые неизменные. Пока что я их выстригла так, как неудобно. И они мне для рисования вполне подходят. Основной цвет у нас Хруяма номер 437 и неизменно матовый топ Кашемир от МИИС. Подмалевок я буду рисовать с помощью гель-лака Гратол номер 82. Не очень мне понравился для рисовашек этот гель-лак, потому что когда снимаю с него липкий слой, пигмента остается очень много на спонжике, сразу же появляются проплешины. Если его наносить полностью на ноготочки, то он вяжет как однослоник. Рисуем просто овал и делаем что-то похожее на форму клубнички. Сложного ничего нет. Черный гель-лак Blue Sky номер 80518. Так как он у меня просрочно использует только на типсах, и советовать, конечно же, его вам не буду, потому что у него очень такой серьезный фиолетовый подтон. И этим материалом рисуем семечки. На самом деле, если перевернуть типсу и набирать небольшое количество на кончик кисточки, то получится рисовать намного быстрее. И тут вы видите мою ошибку, что семечки получились ну просто огромные, и нам разукрашивать основную часть и делать тени просто будет негде. Так что если вы будете рисовать клубничку, расстояние между семечками делаете, конечно же, намного больше. Неизменно гель-лак Blue Sky номер 805-01. Белый цвет. Тоже не очень сильно понравился. Он, конечно, ложится тоненько, но какой-то он водянистый. И теперь я себе уже облегчила задачи, перевернула типсы тем способом рисую, о котором вам рассказывала. Намного быстрее, намного проще, но пока что очень все криво. Уже у нас готовы семечки. И теперь мы будем рисовать хвостик гель-лаком от МИИС серии Elegant номер 68. Неоново-зеленый, но надо было этот цвет чуть-чуть приглушить, потому что он слишком яркий. И если бы в него добавить какой-нибудь темно-зеленый, смотрелся бы он намного лучше. И в этом видео я постоянно ухожу из кадра. Поэтому рисунки я вам показываю не полностью. Заранее прошу прощения. Насколько смогла, вырезала эти моменты. Хвостик от клубнички тоже делайте фантазийно. Сверху как бы яблочко, а снизу елочка. Ну, хвостик. Просто поставили каплю и протянули ее до основания клубнички. И дальше я буду использовать гель-лак Рунайл номер 3469. Для того, чтобы он ложился более равномерно и более гладко, я разбавила чуть-чуть его стопом. За счет этого перехода не сильно видно. Но в то же время нет такого контраста, которого хотелось бы. Поэтому разбавлять его в принципе не надо. Сделала я в этом моменте полную глупость. И, конечно же, вам этого делать не советую. В него же добавляю белый цвет для того, чтобы сделать с левой стороны блик. То есть осветлить левый бок клубнички. Но тоже белого цвета надо было добавить капельку. Но побольше тогда контраст был бы намного лучше. В принципе, клубничка получилась и так сочная. Но когда перекрываешь топом, все это очень сильно смазывается. И перехода особо не видно. Решила я попробовать гель-краску Кани в прорисовке. Но сразу вам скажу, что кисть с ней стоит просто колом. Невозможно рисовать. Не знаю, может быть у меня руки кривые. Или я привыкла к более хорошим гель-краскам. Потом я попробовала ее разбавить с черным гель-лаком. Тоже не помогло. И прорисовку в конечном итоге я делала, конечно же, гель-краской тортесо. Если у вас не получается тонкая прорисовка, значит у вас слишком толстая кисть. Я сначала не понимала, почему не получается она так тоненькая, как хотелось бы. Все дело именно в кисточке. Если она у вас тоненькая, вы правильно на нее набрали на материал, линии будут очень тонкие и воздушные. Если она толстая, конечно же, никаких воздушных линий не получится. Конечный результат рисунка мне не понравился совсем. Клубника получилась какая-то неестественная. Листики слишком светлые. Не хватило насыщенности цвета, чтобы сделать хорошие тени. Поэтому не нравится мне этот рисунок. Давайте переходить к следующему. На Типсу нанесла уже гель-лак Блюскай номер 80518 и матовый топ от МИИС Кашемир. Подмалевок буду делать с помощью гель-лака Рунайл номер 3060. Что мне понравилось в этом гель-лаке? Возможно, он поначалу был слишком свежий, казался очень жидким. Но сейчас он чуть-чуть загустел, и консистенция для рисования стала просто отличной. До этого мне нравился очень гель-лак МИИС серии премиум белый цвет. Но, к сожалению, у меня закончился. И так как белые цвета у меня еще есть, заказывать я смысла не вижу. Но и огромный плюс этого гель-лака еще в том, что он не течет. То есть, как вы нарисовали, сделали линии, так они и остались. В этом подмалевке я ни разу не делала промежуточную просушку. Как видите, все осталось на месте. И не обязательно этот подмалевок делать насыщенным, потому что мы его будем раскрашивать. А для раскрашивания буду использовать гель-лак МИИС серии Элегант номер 41 ярко-розовый, неоново-розовый. И номер 61, неоново-оранжевый цвет. Оба цвета между собой замечательно сочетаются и тем более тушуются. Градиент ими делается легко и быстро. И смотрите, краешки цветочков вы делаете розовым цветом. Смотрите, чтобы в нем не было проплешин. Положите материалы столько, сколько требуется. Чуть-чуть растушуйте соединением с белым и отправляйте в лампу. Все, вы просушили и после этого только наносите оранжевый цвет. За счет того, что у них очень легкая и воздушная текстура, градиент получается сам собой. То есть никаких стараний и специальных кисточек для этого не надо. Цветочек за счет этого уже приобретает красивую окраску. Дальше у нас гель-лак Рунайл снова номер 3469. И с помощью него я буду делать тени. Сначала разбавляю его стопом, чтобы сделать небольшие тени. И заполняю краешки листиков, как бы делая им прорисовку. Она не сильно заметна, но в то же время дает какой-то объем. И потом повторно делаю прорисовку более тонкими линиями, чистым гель-лаком, неразбавленным стопом. В основной бордовый цвет я добавляю немножко черного. Так как он витражный, он будет просвечивать, а черный цвет ему даст больше плотности. Ставите капельку в серединку цветка и из этой капельки уже вытягиваете линии. За счет этого серединка становится очень объемной и как бы вы ее утапливаете этим цветом. Сложности в этом тоже никакой нет. Главное, чтобы кисточка была тонкая. И вытягиваете сами линии не очень далеко, чтобы сильно не заглушать основной цвет. Ну и забыла, конечно же, я про бутончик, который у нас с левой стороны. Добавляю в гель-лак серии премиум номер 28 неоновый зеленый цвет. И добиваюсь такого оттенка, который нужен именно мне. Также вы можете смешать любые цвета и получить тот, который нужен вам. И просто им закрашивайте подмалевок, который уже есть. Ничего дополнительно рисовать не надо. Добавляю в этот же оттенок немного белого цвета, чтобы тычинки у меня были более светлые. Рисуйте какую-нибудь кривую линию и не одну, а целых три и получаются у вас тычинки. Для верха тычинок я выбрала не очень удачный цвет, его практически не видно. Но, кстати говоря, он и не портит общий вид, поэтому не страшно. Завершаем нашу работу топом. В принципе, вы можете уже оставить так, как есть. Цветок будет смотреться очень ярко и насыщенно, тем более на черном фоне. И буду использовать гель-краску тортисо белого цвета и делать небольшие легкие прорисовочки. Только на верхних лепесточках цветка, которые идут ниже, мы их не трогаем. Беру бульонки с Алиэкспресс. Они у меня серого цвета, поэтому особо не нужны. Надо на что-то их потратить. Добавлю в цветок. В серединку и на бутончик. И, в принципе, этого достаточно. Уже есть какой-то легкий акцент. Честно говоря, я рисунок бы оставила и без них. Потому что у цветка уже есть свой объем, есть какая-то своя прелесть. Можно было только в серединку где-то чинки добавить и все. Отправляем наш дизайн на финальную просушку. И он у нас готов. Очень сильно надеюсь, что сегодняшние рисовашки вам понравились. А тем более, буду рада, если вы будете рисовать вместе со мной. И, конечно же, уже по обычаю вставлю работу участников группы. Они старались. И обязательно поддержите их хорошим комментарием. Это будет замечательный стимул. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо за внимание. Спасибо, что познаете ногтевую продукцию вместе со мной. Если понравилось видео, ставьте лайк. Если понравился канал, подписывайтесь. Красивых вам и легких рисовашек. Пока-пока. . Продолжение следует... 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 Продолжение следует...